Ну вот как только что вам рассказала Екатерина Менькова и новости актуальной камеры, действительно, сегодня в Таллине пройдет крупная международная конференция на тему прав человека во время перемен. В столицу Эстонии приезжают многие общественные деятели, в том числе гости из России. У нас сегодня в студии Мария Баронова и журналист телеканала «Дождь» Сергей Ерженков. Доброе утро. Доброе утро. Вы оба сегодня выступаете во второй части конференции. Тема дискуссии, в которой вы будете принимать участие, в вольном переводе звучит примерно так. Россия через призму разных поколений взглядов и мыслей. О чем пойдет речь? Речь пойдет в первую очередь о ситуации с правим человека в России. Она достаточно удручающая. Также о том, каким образом Россия, как можно улучшить положительное влияние, например, жителей России на приграничные территории и уменьшить отрицательное влияние на приграничные территории. Помимо всего прочего, пойдет речь о том, как изменилось поколение, как изменилось наше постсоветское поколение, насколько отличается оно от советского поколения. То есть это будет такой критический анализ, можно сказать, нынешней ситуации на территории нашего восточного соседа. Я думаю, что вы чувствуете на себе отголоски того, что происходит в России. Мы в любом случае наблюдаем, мне кажется, какой-то посттравматический опыт развала целой страны, огромной империи Советского Союза. Это отражается в том числе и на вас, на ваших русскоязычных гражданах. Каким образом? Я думаю, что концепция русского мира очаровала многих жителей Эстонии, ну часть, во всяком случае, жителей Эстонии, в том числе об этом и пойдет сегодня речь. Вы основываетесь на каких-то данных или это ваше личное впечатление? Мое личное впечатление, хотя, признаться, я в Эстонии до этого не был. Я был в Латвии, я могу сказать про другие прибалтийские... Как у вас сформировалось это личное впечатление об Эстонии, если вы здесь первый раз? Нет, я про прибалтийские страны сейчас говорю, я говорю прежде всего про Латвию, про то, что в восточной части Латвии люди есть, которые смотрят 24 часа каналы государственные, российские, то есть они, соответственно, конечно, все эти украинские события, все эти идеи русского мира очень близко к сердцу восприняны. Здесь нужно только говорить о том, что, скорее добавить, а ложные идеи русского мира, по той причине, что те предложения, которые изначально давал нынешнее правительство России, это были такие вот какие-то эфемерные, старые, рудиментные боли какие-то, которые у людей, живущих на границе с Россией, по Украине, в основном Белоруссии, и пытались эксплуатировать их какие-то воспоминания и желание вернуться туда, куда уже невозможно вернуться, потому что это была их молодость, детство тех людей. И они это эксплуатировали в своих собственных целях. В каких целях? Ну, обычная цель – это увеличение доли бюджета для ВПК. Это, очевидным образом, любая крупная страна, когда начинает пытаться вести какие-то войны, какие-то тактические мероприятия, сразу же возникает куча лоббистов, которые хотят привлечь бюджетные деньги, и это увеличивается. Собственно, вот Снежный ком, при котором уже становится вот некоторые части общества, выгодно вести войну, потому что за это дадут много денег. И тут возникает у нас концепция русского мира на всем этом, просто с целью ведения войн. Так бывает не только в России, так бывает в других крупных странах, например, в Америке, там свои концепции. Ну и, конечно же, многие русскоязычные жители были подвержены вот этой мифическим, в общем, достаточно идеям. И если говорить, например, про другие прибалтийские страны, про Латвию, то там люди какие-то достаточно странные вещи высказывали. То есть, когда приезжаешь из Москвы, я как человек, с одной стороны, бывший в большом политическом процессе, который занимался разными вещами, в общем-то, конечно же, являюсь достаточно радикальным позиционером нынешней власти, вот мне все это было слушать достаточно дикто. Что именно было слушать достаточно дикто? Ну, я просто стараюсь быть корректной в выборе, поэтому, я скажу, вот общее впечатление было удручающим. И, конечно же, для таких людей нужны некое развитие в Евросоюзе, должно быть некоторое развитие местного телевидения на русском языке, потому что русский язык — это один из крупных домашних языков Евросоюза. И должно быть больше местного контента и поменьше контента кремлевского, безусловно, для них. Вместе с тем, многие либеральные журналисты говорят о том, что критиковать Россию — это лучше в стенах и лучше на территории своего собственного государства. Ну, просто в России живут российские журналисты, а в Эстонии живут эстонские журналисты, знакомые с местными реалиями. Почему же тогда российские оппозиционеры приезжают в Эстонию, чтобы отсюда критиковать свою страну? Мы не критикуем свою страну. Вот я являюсь представителем в данный момент на этой конференции Михаила Борисовича Ходорковского. Я являюсь координатом правозащитного направления движения «Открытая Россия». В принципе, вчера Михаил Борисович Ходорковский достаточно прямо заявил, что единственным путем изменения ситуации в стране будет в итоге революционный путь. Но я не критикую страну. Я критикую в данный момент только конкретную власть, которая каким-то неправильным образом управляет страной. Из-за рубежа это делать проще? Я в основном это делаю, и Сергей это делал на территории Российской Федерации. Это мой осознанный выбор. Я прошел путь от федерального телеканала до телеканала «Дождь». Это мой осознанный выбор остаться в России, хотя мог бы, наверное, уехать и критиковать из-за рубежа комфортно. Мы тоже подвергаемся определенному риску. Мы испытываем определенные неудобства, дискомфорт. Но это наш осознанный выбор. Мы причем приехали сюда не жаловаться, как нам плохо в России. Мы просто хотим предупредить какую-то часть населения русскоязычного здесь о том, что происходит на самом деле в России. Ведь на самом деле права человека, отсутствие свободы слова в России, это там звенья все одной цепи. Потому что создается виртуальная картинка, которая имеет мало общего с действительностью. Русскоязычное население прибалтийских стран, оно, насмотревшись кремлевского телевидения, считает, что в России именно так. На самом деле в России это совершенно не так, потому что я езжу постоянно по всей стране. Это какой-то симулякер, это какой-то виртуальный мир. Я боюсь, что заложником этого виртуального мира стали в том числе наши государственные правители. Да, да, они начали уже серьезно так верить. Они начали... Сами создали. Да, принятие создали поганну. Один вопрос, как журналисты, извините, я вас перебью. Сегодня список, посмотрите, если список выступающих на этой конференции, там люди, особенно в вашей дискуссии, приезжие из России, люди, все разделяющие ваши взгляды. Ну, что, наверное, неудивительно. Вы, как журналист, не ощущаете того, что отсутствие противоположной точки зрения, ну, как минимум, неэтично, чего требуют те же самые европейские стандарты журналистики? Вы не читали мой фейсбук, сразу видно. Маша, например, за Крым. Ой, нет, ну так сразу радикально, не надо громко говорить. Просто у меня родственники жил в Севастополе, и это сложилось. Ну, скажем так, мне понятно... Это упрощение, упрощение говорить, говорить, что мы все на одной придерживаемся одних политических взглядов. Да, я Крым, я за Крым, я считаю, что Крым общий, и Крым должен быть общей заповедной территорией для всех жителей Европы. Это серьезно так, например. Ну, конечно же, с юрисдикцией Российской Федерации. Я думаю, что подробнее можно будет сегодня наблюдать за выступлением, которое будет проходить на русском языке, в том числе и с помощью трансляции в интернете. Напомню, что сегодня пройдет конференция, просвещенная правам человека. Выступят и журналист телеканала «Дождь» Сергей Ерженков, и общественный деятель Мария Баронова. Спасибо, что пришли к нам сегодня в студию. А мы прервемся на музыкальную паузу. И не переключайтесь, у нас для вас подготовлен один сюрприз, который можно будет использовать к Новому году.